А знаете ли вы, что магнитно-резонансная томография, которую мы все знаем как МРТ, изначально называлась ядерно-магнитной? Но из-за негативных ассоциаций с радиацией, ядерной зимой, Чернобылем, буква Я, а в английском N из аббревиатуры пропали. Тем не менее, новый нейминг помог не всем. Боязнь этой процедуры и страх перед облучением этой чудо-машины у многих остались. Но стоит ли бояться МРТ? Как появился этот метод и как он работает сейчас? Вы на канале не Доктор Денисов, подписывайтесь, я все расскажу. Желаю здравствуйте. Про МРТ у нас уже выходил большой ролик, в котором мы поговорили с врачами и инженером. Там уже более миллиона просмотров. Гляньте, я еще не видели. А мы начинаем. Важное объявление. При подготовке роликов я обращаюсь за информацией к практикующим медикам с огромной экспертизой и использую только авторитетные проверенные источники. Все ссылки я оставляю в описании. И тем не менее, сведения в моих видео носят рекомендательный характер. А потому я настоятельно рекомендую. При проблемах со здоровьем обращайтесь за консультацией и помощью к специалистам. Спасибо. Сегодня магнитно-резонансная томография – это один из самых эффективных методов медицинских исследований. С помощью МРТ можно с высокой точностью исследовать внутренние органы, их строение, диагностировать опухоли и травмы и даже изучать активность коры головного мозга. Как это работает? Давайте разбираться. В нашем теле огромное количество молекул воды – H2O. Вы это знаете. Молекулы воды – это атомы водорода и кислорода. В свою очередь, каждый атом водорода в своем ядре содержит еще меньшую частицу – протон. И вот эти частицы очень чувствительны к магнитным полям. Под воздействием магнитов малыши-протоны выстраиваются в определенном порядке. А затем в обследуемый участок тела посылаются всплески радиоволн, которые ненадолго выводят протоны из равновесия. Когда радиоволны выключаются, протоны вновь перестраиваются, причем в разных клетках и тканях по-разному. Это движение отслеживают специальные приемники, которые фиксируют выделение энергии при возвращении протонов в исходное положение, а значит и точную картину строения внутренних органов. Именно по такому принципу работает МРТ. А сам эффект воздействия магнитного поля и радиоволн на протоны называется ядерным магнитным резонансом, поскольку влияет он на ядра. И в данном случае ядерная энергетика и атомные бомбы здесь совершенно ни при чем. Или все же при чем? Исследование различных типов излучений велось еще с 19 века. В 1895 году Виленгельн Конрад Ренген открыл лучи, позже названные рентгеновскими. За это открытие ему присудили первую в истории Нобелевскую премию по физике. Но вклад в науку Ренгена заслуживает отдельного видео. Нас же интересуют магнитные излучения. В 1937 году физик из США Исидор Айзек Раби открыл и описал явление ядерного магнитного резонанса, за что позже получил Нобелевскую премию. В конце 1945 года две группы ученых под руководством Феликса Блохой Стэнфордского университета и Эдвардса Пёрсова из Гарварда получили сигналы ядерного магнитного резонанса на протонах в воде и парафине. И тем самым окончательно оформили все это как эффективный метод определения химической структуры и свойств материалов. Вот тут интересно. Все трое ученых, про которых я рассказывал, во время Второй мировой войны работали над военными проектами. Пёрсал изучал радары, Блох какое-то время проработал на Манхэттенском проекте, там разрабатывали ядерное оружие. Раби тоже занимался радарными технологиями и какое-то время даже был консультантом Роберта Опенгеймера. Он, кстати, был и в фильме у Нолана. И перед тем, как продолжить, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и задавайте свои вопросы в комментариях. Таким образом вы поможете и этому каналу, и нас станет больше. Больше тех людей, которые не верят всяким мифам и предрассудкам о медицине. Предрассудкам, как, например, про МРТ. Спасибо вам, а я продолжу. Шли годы. Множество ученых из разных стран продолжало эксперименты с магнитным воздействием. Становилось понятно, что рано или поздно изучение организмов под действием магнитов найдет свое практическое применение. Так и случилось. Днем рождения технологии МРТ принято считать 16 марта 1973 года. Американский химик Пол Лотербург опубликовал в журнале Nature статью «Создание изображения с помощью индуцированного локального взаимодействия». Примеры на основе магнитного резонанса. Метод Лотербура спустя 5 лет доработал британский математик Питер Мэнсфилд, который показал, как радиосигнал, полученный от прибора, может быть обработан и интерпретирован в изображении. В 2003 году оба ученых за свои работы получили Нобелевскую премию и считаются создателями МРТ. Но тут не обошлось без скандалов, как это часто бывает. В лауреаты премии не попал американский ученый Реймон Домодьян, который в 1971 году опубликовал в журнале Science статью о том, как эффективно обнаруживать раковые опухоли с помощью метода ядерного магнитного резонанса. Он же запатентовал и первый аппарат МРТ. Однако его версия оказалась менее эффективной, чем аналог Лотербурга и Мэнсфилда. На право называться изобретателем МРТ претендовал и советский ученый Владислав Иванов, который предложил метод МРТ и описал его основные принципы еще в далеком 1960 году. Однако все заявки и патенты были отвергнуты руководством как нереализуемы. Но оставим спор ученым, важно вот что. С течением времени магниты стали мощнее, устройства точнее, получаемые изображения достовернее и четче. Даже само время процедуры сократилось в разы. Миллионы устройств МРТ по всему миру каждый день помогают диагностировать сотни заболеваний. От переломов до болезней Альцгеймера и опухоли. И все это совершенно безопасно. Вред МРТ для организма просто миф. Технология абсолютно не вредит человеку. И это общепризнанный и научно доказанный факт. Но не стоит забывать о противопоказаниях. К счастью, их совсем немного. Поскольку в исследовании задействованы мощные магниты, МРТ строго противопоказано людям с активными имплантируемыми устройствами. С теми, которые работают от аккумуляторов. Это кардиостимуляторы, инсулиновые помпы и прочее. Но и тут прогресс не стоит на месте. Есть, например, кардиостимуляторы, совместимые с МРТ. Но тут важно проконсультироваться с врачом, чтобы избежать последствий. Ежели противопоказаний нет, то все, что вы можете испытать, Это небольшой дискомфорт от нахождения в замкнутом пространстве. И не более. Вот вы и узнали, как годы опытов, экспериментов подарили нам чудесный МРТ. Точный, надежный и безопасный метод диагностики целого ряда заболеваний. Сегодня аппарат может использоваться для исследования практически любой части организма. Мозга, костей, суставов, органов грудной клетки, сердечно-сосудистой системы, печени и так далее. Небольшая рекомендация. Вы получили направление на МРТ. Что делать? В первую очередь вы можете уточнить у доктора, какую информацию он ожидает от МРТ. И как она отразится на лечении. Обязательно узнайте об имеющихся противопоказаниях. И если у вас есть кардиостимулятор или инсулиновая помпа, убедитесь, что врач о них знает. Сама процедура очень проста для человека. Вы ложитесь на кушетку, вас помещают в туннель и вуаля. Вас могут попросить не есть и не пить перед исследованием, если это необходимо. Сама томография длится от 15 до 90 минут. Слушайте инструкцию рентген-лаборанта. Он видит вас, он слышит вас, он рядом. Главное, сохраняйте спокойствие и не переживайте, ведь МРТ абсолютно безопасно для человека. Еще раз, МРТ аппарат не излучает радиацию. Его магниты не вредят организму. Медицинский персонал находится за стеклом не потому, что он защищается от излучения. Тут все наоборот. Этот магнит изолирует от любого внешнего воздействия. И еще раз советую, посмотрите наш большой ролик про МРТ, если вы его не видели. А также подписывайтесь, ставьте лайки. Это помогает продвижению канала и порадует меня и мою команду. Это был не доктор Денисов. Желаю здравствуйте.